Все мы родом из села. Село – это колыбель всей нашей страны. В селе рождается много известных и талантливых людей. Здесь неповторимая красивая природа и живут сердечные, гостеприимные люди. Ульяновская область богата на села. Сегодня мы предлагаем посмотреть первую серию фильма про села Малая и Большая Борисовка. Я Терехин Сергей, уроженец села Малая Борисовка Низского района Ульяновской области. Я родился здесь в 377 году. Родился в городе Инзово роддоме, а после роддома меня привезли в этот дом. Это дом, в котором поселилась семья директора школы Большая Борисовская средняя школа Терехи Николая Ивановича и Александра Михайловны, в которых уже был брат мой старший, Алексей Николаевич. И вот в этом доме 16 лет бесперерывно я прожил и проучился в этом здании школы с 1984 по 1994 год, после чего уехал учиться в Ульяновский государственный педагогический университет имени Ильи Николаевича Ульянова. И так исторически сложилось, что остался в городе Ульяновске жить. Школа, к сожалению, в 2009 году была реорганизована, то есть закрыта, оптимизирована. Ученики переведены на обучение в село Поддубное, в Поддубновский сельский лицей. И сейчас там обучаются как раз все ребята, которые живут в Борисовке, в Малой и Большой Борисовке, ездят туда учиться. Школа уже не жила, к сожалению, но пока сохранилась. У меня в руках краеведческий материал, который хранился в библиотеке школы. Моя мама работала библиотекарем. И вот такие вот истории села Малой и Большой Борисовке. Несколько томов были. Вот один из томов нам удалось найти. Здесь рассказывается о годах с 1918 и далее, как участвовали наши земляки в Великой Отечественной войне, в Гражданской войне, как создавался колхоз. Здесь запечатлена история героев Отечественной войны, сел Большая и Малая Борисовка. И мы этим обязательно поделимся. Думаю, это будет отсканировано, передано в архив в Инзинский район, в музей краеведческий. Здесь как раз истории создания больше Борисовской школы. Как раз этой самой школы. Она называлась Малая Борисовская средняя школа. Была организована в 1929 году. А в 1927 году началось строительство школы вот этого здания. Руководительной стройки был Душкин Павел Яковлевич. В 1930 году была открыта. Сначала было построено 4 классных комнаты. За этой школой был Черемушкин Павел. Первыми учителями были Душкин Григорий Арсеньевич, Шишов Владимир Андреевич, Астафьев Павел Тимофеевич. Ну и впоследствии школа развивалась. Затем 5-й, 6-й, 7-й класс. А в 1964 году был поставлен жилой дом для учителей из бывшего совхозного радиоузла. Как раз вот, понимаем, это и есть тот самый дом. Мы находимся в гостях у наших дорогих всем, всеми любимых учителей. Лидия Александровна Волкова, Татьяна Николаевна Пчелкина. Находимся, ну как, на Горбуновке улица. Да, юбилейная. Улица юбилейная. Сегодня мы приехали в гости, чтобы спросить у Татьяны Николаевны про самый интересный случай, который у нас были в Большеборисовской средней школе за те годы, сколько они работали. Татьяна Николаевна, что вспомните интересного было? Ну, работала я с 1973 года. Школа была большая, учеников много, класс хороший, классное руководство у меня было. Все ребята были хорошие. И главное, что самое главное, конечно, и директор, и завуча были тоже замечательные. И мне повезло. Наш коллектив дружный, можно сказать, как одна, единственная семья. И после закрытия школы мы также поддерживаем отношения друг с другом. Вот, интересуемся делами, здоровьем, детьми, внуками и так далее. Мы как родная, как большая семья. Конечно, жаль, что закрыли. Посмотришь из окна моего дома. Видны-то поля. Вот там была школа. Снится? Снится, школа снится. То я опаздываю на урок. Что я скажу Николаю Ивановичу? То я потерял портфель с планами. Горышко-то моё. Это да, это обязательно. Но вот таких, ну, были ребятишки немножко шаловливые. Но не настолько, как говорится, ну, как сказать, вредные не было таких детей. Дети хорошие. Вот и всё. Может быть, сельские дети. Все трудолюбивые. Потому что у всех было, у родителей хозяйство. Все помогали друг другу. Замечательная школа была. Хорошо. Как заучи, наверное, вместе с директором и вместе со всем коллективом. Наверное, у вас что-то есть? Вспомнить, как этот коллектив складывался. Коллектив складывался. Когда мы сюда приехали, я приехала сюда в 74-м. В 75-м году приехал сюда молодой директор Николай Иванович Терёхин. В 77-м я стала заучим. И наши все в коллективе были все молодые. Самый молодой в школе, в районе, был наш школьный коллектив. Начинали все где-то после институтов. Небольшой стаж был. Всё складывалось, всё потихонечку. И до конца почти мы закрытие школы прошли с этим коллективом. Все учителя у нас были хорошо подготовленные. Всегда у нас в школе был очень хороший микроклимат. Всегда были дети всякие. Ходили к нам учащиеся и из Арстовки, из Поддубного, из Черёмшек. Ходили пешком. Тогда не возили на машинах. Но дети посещали. Были классы. Один класс был Борисовский, Никулинский. Еще из Никулина было такое село. Был совхоз Залесный, который тоже оказывал нам в школе большую поддержку, помощь. Ну и мы им показывали. Осенью ходили. Дети тогда работали. Работали много. Ходили весной на работу. И летом ходили. И осенью ходили на уборку урожая. И здесь, и здесь было учеников. Вот когда я пришла, было 250, наверное, или 260. Детей было в школе, были классы параллельные были. А ушли когда? 26 человек закрыли. А как умещались-то, 260 человек в две смены учились? Да, начальные классы. А у нас еще здание, где была мастерская, здесь было два класса. Понятно. Я вот это уже не помню. Не помнишь, да. Вот это здесь были два класса. И даже занимались один или два года в классе, вот где жили, отдельное здание стоит, где Долотова жила. Да, да, да. Даже и там был класс. Да, да, да. И там был класс, да. Там был интернат в начале. Это уже до меня. Из Николина жили в интернате. Вот из Поддубного и из Аристовки. Но потом уже интерната не стало. Там занимались тоже дети. Было в классе по 30 человек. 36. Да. В одни отдельные выпуски были 52 человека. Вот 56 человек. Были такие выпуски. Да. Ну, вам есть кого вспомнить. Да. А вот самые-самые запоминающиеся. Какие годы у вас? Какие выпуски были? Вспомните? Первый, второй. Когда вот у кого-нибудь, может, какой-то поток был такой талантливый или такие интересные? Знаете, как-то обычно всегда были дети всякие. Да нет, бывают подборы. Дети, детей. Но, да нет. Все хорошие. Выделять сложно. Нет, выделять не могу. Я никого не хочу. Главное, Николай Иванович. Главное в жизни устроить. Все устроились. Самое главное – найти себя в жизни. Найти свое место. Найти. И помните, как это самый... Вот приехал, когда я в школу. Приборов было очень мало. Выписывать приборы, ну, до этого директора, это самое, почему-то не очень был заинтересован. А вот Николай Иванович едет в Инзу, бежит, страдочку дает. Кому чего надо, пишите скорее. Приборы самые. Привозил приборы все время. Поэтому у нас по физике, по химии приборы были от и до. Каждому персонально были приборы. А потом, помнишь, в кабинете у меня был поставлен лингофонный кабинет. Это каково было. Ребятишки друг друга оценивали, друг другу рассказывали. Поэтому знания были очень крепкие. Я могу от всех, наверное, учеников, больше Борисовской школы, сказать только в подтверждение. Потому что то, чем у нас учили на уроках, то, что, в принципе, мы считали, наверное, ну, это повседневный. Вроде в университет, когда поступаешь, ждешь, наверное, сейчас там будет еще сложнее, чем на уроках в школе. Но когда проходишь предмет уже по профилю, и когда ты берешь материал, который тебе дается в университете, ты осознаешь, что ты это все уже знаешь. Потому что в школе тебе это все дали. Я поэтому от всех учеников хочу вам сказать огромное спасибо за школу жизни, за науки, которую преподавали. Спасибо вам. Спасибо вам. В следующих сериях в фильме «Моя Борисовка» смотрите о тех, кто трудился на земле, в колхозе, а потом в совхозе, о тружениках села, как они сохраняют свою культуру. Также вы узнаете историю двух сел. «Моя Борисовка»